Здравствуйте, дорогой зритель! В этот раз Владимир Михайлович пока не позвал, потому как решил сначала открыть посылку и потом уже позвать его, показать его реакцию. Опять же, это будет товар для детей. Меня, напоминаю, зовут Михаил, канал Картавый Блогер. Давайте распаковывать. Как бы тебя распаковать аккуратненько бы. Вроде получается. Скажите честно, когда вы смоете распаковки, у вас есть желание, чтобы палец распаковщик чеканул или нет? Значит, упаковка. Ну, вообще, все чудесно. Коробка, в коробке пупырка. То есть, ну, прям вот все хорошо. При всем при этом у этого продавца можно заказать еще и в розничной упаковке. Там буквально на 100 рублей подороже это получится. Ну, так как мне это не нужно, да, я взял без розничной упаковки. И поэтому получил я все это дело в следующем виде. Ну, если вы хотите на подарок, либо поставить все это дело как коллекционную модель, то берите в розничной упаковке. Там еще будет подставка, которая все это дело будет держать. Значит, что мы видим? Мы видим здесь пластиковую... Пластиковую, пластиковую. Предохранитель, заглушка. Как сказать? Не знаю ни суть. Для чего это нужно, чтобы батарейки не разряжались. То есть, мы ее удалием. После этого все начинает работать. Все. Игрушка готова к своей работе. Давайте ее покрутим, повертим. И в конце видео еще запустим видеоряд из фотографий. И, помимо прочего, вы сможете зайти в группу ВКонтакте, посмотреть все это дело еще там. А цвета у данной модели были разные. Красный, белый. Ну, я выбрал классический черный гелик. AMG-шный. Единственное, не понимаю, почему он не затонирован. Наверное, для того, чтобы можно было ребенку рассматривать, насколько все точно на торпеде выглядит. Выглядит все чудесно. Значит, что машина может? Открывать двери. При всем при этом со звуком сигнализации. Угоняют! Дверей у нас две. Открывается раз. А ты что, не открываешься? По-моему, ты должен открываться был, нет? Так, как бы разобраться, открываешься ты или не открываешься. А то сейчас сломаю или введу в заблуждение. Но, как минимум, капот у нас открывается. Под капотом у нас прячется вот такой вот двигатель. Достаточно неплохо все это дело прорисовано, сделано. То есть, очень похоже на настоящий. А когда открывается и закрывается капот, звуки никакие не происходят. Звуки только у нас... Причем, видите, да, и спереди происходит то же самое. Значит, двери со звуком. Капот. Прям вот боюсь себя сломать, но как-то вот помнится, мне, по-моему, багажник должен был открываться, но что-то как-то я не могу его открыть. А помимо открывания, у него есть еще... Чего-то, по-моему, не хватает. Инерционная часть. А вот здесь вот я чего-то как-то... немножко удивлю, потому что, насколько я помню, когда машина едет, едет достаточно быстро, запас хода, судя по тому, как долго крутятся колеса, большой. Но я чего не могу понять. Насколько я помню, в описании, когда она едет, она издает звуки езды и... и торможение. Но здесь почему-то этого не происходит. Почему этого не происходит? Не могу я этого понять. Значит, сейчас буду читать еще раз описание, пытаться выяснить, что с этим не так, и давайте сейчас, чуть попозже вернусь, смогу вас проинформировать, что к чему. Нет, все-таки, к сожалению, почитал я отзывы, наверное, на какой-то другой машинке у меня это появилось, зато точно могу сказать, что багажник открывается. Увидел я отзывы, что он должен открываться, посильнее чуть-чуть потянул, и вуаля, он открылся. Ребенок у меня даже не знает, что-нибудь сюда наверняка будет загружать. Хотя открывается он багажник достаточно туго, и на открытие багажника ничего не срабатывает, как и на капот. Значит, на выходе что получаем? Давайте вот отсюда. машина по гладкой поверхности шустрая, прям вот до безобразия. По детализациям, ну, очень даже, очень даже. Единственное, видите, вот такой вот косячочек на резине. надо будет ее на шиномонтаж отдать. Либо это не косячочек, а такая задумка, чтобы резина именно сидела. Хотя на остальных колесах я подобного ничего не вижу. Значит, покрышки резиновые, работает от трех батареек полтора вольтовых, LR44. На всякий случай я на эти батарейки тоже положу ссылку. В принципе, они там в Китае стоят, ну, совсем недорого. Машинка данная достаточно дорогое удовольствие. Но при всем при этом, если посмотреть стоимость подобной техники у нас в магазинах, то, ну, мы начинаем понимать, что цена, за которую ее продают соли с доставкой, это, ну, очень даже недорого. Ну, что остается? Остается наделать фотографии машины. Вы их увидите в самом конце. Дождаться, когда проснется Владимир Михайлович. Позвать его, посмотреть на его реакцию. Но я подозреваю, он будет счастлив. Он нас машинки любит. И, собственно говоря, все. Будем ждать Вовку. Блин, Вовка спит. Начал показывать супруге. Такой запустил. Она... И больше не получается. Голову изломал. Короче, как чего. В общем, ребят, да, для того, чтобы у нее были звуки, помимо открывания дверей, надо нажать на передние колеса. Ну, то есть, надавить ее. И тогда будет происходить примерно следующее. Ну, оптимально, если вы ее завели. Надавили. И вот с такими визгами она тормозит. Ну, то есть, блин. Отпускаем. Она едет и прям... Ну, то есть, все, как я изначально думал, так оно и есть. Все. У нас теперь остается дождаться пробуждения Владимира Михайловича. Вручить ему игрушку. Посмотреть на то, как он будет радоваться ей. И, собственно говоря, запустить ряд фотографий, чтобы вы посмотрели, насколько она хороша. Ждем пробуждения. К сожалению, машина досталась моему ребенку раньше, чем я успел что-либо сделать. В точности заснять. Но зато могу показать, что с ней происходит после нескольких дней эксплуатации в детских руках. Ну, во-первых, то, что сзади не открывалась дверь, открывается абсолютно теперь без проблем. Даже, наверное, слишком легко, чем хотелось бы. А во-вторых, видите, хром, как это сказать, не хром, да, то есть вот с дверей видно то, что он подоблез немножко. спереди решетка радиатора совсем черненькая практически стала. А с этого бока более-менее. И, ну, соответственно, заднее запасное колесо достаточно сильно ушаталось. А в остальном по металлу, там, чему-то еще, ну, там, ребенок сзади что-то уже повозил, собственно говоря. А по металлу, по всему остальному все достаточно живуче. Под капотом ничего не спряталось. Значит, еще раз нажимаем. После этого звук разгона работающего двигателя, торможение с визгом резины. А при этом мигают стопари, при этом мигают фары. открываем левую дверь. Сигнализация сначала включилась, потом пик-пик выключилась. А правую дверь. Да, опять же, немножко иначе она чуть поиграла. Но вот задняя дверь прям совсем легко теперь открывается. По-моему, даже немножко перекосилась. Видно? Нет? у тебя есть возможность поправить? Нет, возможности поправить нет. А значит, при всем при этом ребенок счастлив до безобразия. Машина ему очень сильно нравится. На данный момент это его любимый автомобиль. И он и нажимает его, и дверь открывает, и возить в нем что-то пытается. А в целом абсолютно тех денег, которые я на него потратил, мне не жалко. Да, инерционная по гладкой поверхности ездит достаточно далеко, быстро, шустро. Двери передние, капот, дверь задняя и, собственно говоря, звуки, три варианта звуков. А есть вариант в коробке в розничной упаковке, в этом случае будет подставка, на которой он будет стоять, красивый хром стираться не будет. Если вы хотите отдать его на растерзание ребенку, берите, соответственно, без коробки, абсолютно лишнее, отдавайте, выйдет чуть дешевле, пускай балуется. За всем все, всем всего, ну и до скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!